Ни одной из поставленных задач единый госэкзамен не решил, ни избавления от коррупции, ни улучшения качества знаний, ни улучшения качества подготовки преподавателей, ибо те же вузы готовят наших преподавателей, и даже сами преподаватели, судя по ростовскому примеру, далеко еще не всегда готовы к тому, чтобы качественно сдать этот экзамен. Поэтому я полагаю, что вот так как он неожиданно пришел, одинный госэкзамен, но вполне закономерно он должен уйти. И в этой связи я вот свою роль как депутату вижу в том, чтобы все-таки побудить Министерство образования к тому, чтобы отказаться от одинного госэкзамена, как это делает большинство цивилизованных стран, ибо действительно наша школа должна не продавать услуги, а давать качественное образование, и в любом случае оценку итогом тому, какие знания получили наши дети, тоже должны давать люди, то есть преподаватели. Проблемы такого эмоционального накала, да, проблемы переживания ребенка в основном находятся не в ожидаемом результате от экзамена, а в желании, чтобы не волновались взрослые. И вот это волнение взрослых, которое на сегодня имеет место, оно, конечно, передается детям. Нужно, чтобы взрослые умели правильно расставлять акценты и не говорили, что результат ЕГЭ – это смысл всей жизни. Наверное, первым смыслом жизни является сама жизнь и развитие ребенка. И не нужно вот так жестко оказывать прессинг ни родителям, ни учителям, ни школе. Он сегодня может плохо написать, а через какое-то время напишет очень хорошо. Мы создали вокруг единого госэкзамена невероятный ажиотаж. Учителя боятся, семья боится, и все это, весь страх семьи и школы отражается на ребенке. Да, есть дети с ранимой психикой, с неустойчивой психикой. Но, к сожалению, вместо того, чтобы ребенка поддержать, и школа, и семья загоняют его в угол. А если еще впереди, перед мальчиками маячит армия, на которой мы пишем во всех СМИ далеко не самые лестные слова, то вполне понятно, что провал на экзамене – это провал поступления в ВУЗ, это провал поступления дальнейшего получения образования, это завтра надо собирать вещи и являться военкоматом. Вот многомерность таких факторов влияет на то, что провоцирующим моментом, провоцирующим фактором к самоубийству и является сам госэкзамен. Что интересно, мальчик не дождался результата, а прыгнул в окно. Почему? Потому что его личность не выдержала прессинга, которому он подвергался. Какие пути профилактики? Семья, школа, психологи в школе, педагоги в школе, отношения в семье – это все, я прошу прощения, известные и банальные вещи. Но нам надо на уровне государственном менять отношения к единому госэкзамену. Вот на уровне государственном создавать такую атмосферу, когда этот эксперимент, на мой взгляд, не очень удачный, прямо скажем, не будет завершаться волной самоубийств подростков. Спасибо. Спасибо.